Продолжим экономическую тему. Резко упал курс биткоина, больше чем на 600 долларов. Виртуальные деньги, о существовании которых пару лет назад мало кто знал, теперь могут быть легализованы в России. Во всяком случае, Центробанк предложил это сделать. Нужно ли срочно покупать криптовалюту в надежде, что курс ее будет только расти? В этом разбирался мой коллега Марат Седиков. Марат, неужели этот новый, сравнительно честный способ заработать работает? Ну, Егор, я думаю, нам не стоит не советовать кому-то покупать биткоины, не отговаривать от этого. Да, курс криптовалют растет, причем бешенными темпами, с начала года аж на 200%. Но вот мне понравилось рассуждение одного экономиста на эту тему. Он так сказал, если вы покупали евро по 80, чтобы потом подороже продать, манипуляции с биткоинами не для вас. Но действительно, биткоин это не евро, не доллар и не рубль. Это нечто совсем другое. Да, это тоже компонент валютной корзины. Его можно и купить, и продать. Но его стоимость может меняться в разы, как в сторону роста, так и в сторону снижения. Что же такое биткоин, или как его называют, биток? Сразу скажу, что это никакая не пирамида. Это децентрализованное средство расчета, не контролируемое никаким государством. Биткоин это такая огромная записная книжка, где отмечены все транзакции, которые совершались с момента основания этой системы. Информация копируется тысячами компьютеров по всему миру, и внести какие-то изменения просто нельзя. Это все равно, что судьба каждой купюры, потраченной на мороженое, подаренной, украденной или даже потерянной, записывалась бы в специальную книгу. Технология хранения биткоинов и переводов такова, что его невозможно подделать, невозможно создать фальшивую транзакцию. И поэтому он считается достаточно надежным с точки зрения именно защиты от различного рода несанкционированных действий. Сегодняшний объем биткоина в денежном выражении составляет примерно порядка 40-50 миллиардов долларов по текущим ценам, превышающим 2000 долларов за один биткоин. Ну, для сравнения, это примерно раз в 15 меньше, чем объем денег в Российской Федерации. Марат, а вот эти биткоины можно заработать или только купить по спекулятивной цене? Ну, чем обеспечен биткоин? В отличие от национальных валют, биткоин не обеспечен ничем. Это чистая математика. Биткоин существует только за счет так называемых майнеров и алгоритма, который был придуман человеком под псевдонимом Сатоши Накамода в 2008-м. Целью было создать независимую удобную платежную систему. Да и секрет успеха. Идея в том, что люди доверяют свои средства не человеку или организации, а математическому алгоритму. Теперь о том, как добываются эти самые биткоины. Эмиссия биткоинов возможна только в цифровом виде. Любой желающий в принципе может начать добывать или, как говорят, майнить биткоины в любое время. Но охотников за этой валютой стало больше и мощности требуются, соответственно, большие. Появились даже специальные компьютерные фермы, когда майнеры используют тысячи промышленных компьютеров со специальными картами. Теперь о рисках, связанных с биткоинами. Ну, во-первых, за этой валютой никто не стоит и в случае потери вам никто ничего не вернет. Второе, цена на биткоин обеспечена спекулятивной деятельностью. И, наконец, анонимность платежей. Это, конечно, хорошо, но нельзя забывать и о теневой экономике. Спасибо, Марат. Это был Марат Сидиков, который разбирался, стоит ли тратить реальные деньги на виртуальную валюту. Ну и далее смотрите.